Балаклавский тест После возвращения Крыма и Севастополя в Россию События, которые произошли в ноябре 2015 года И вошли в историю как энергоблокада полуострова Лишь уверили в необходимости строительства такого объекта К установке опор ЛЭП приступили осенью 2016 года А в декабре 2017 полностью смонтировали каркасы, ограждающие конструкции и кровлю основных зданий Над возведением объекта трудилось около 4000 человек Если говорить цифра, только металла смонтирована порядка 25 тысяч тонн Бетона порядка 95 тысяч тонн уложено здесь У нас сейсмичность 9 баллов Поэтому все фундаменты и все железобетонные конструкции идут усиленные Строители говорят, при проектировании объекта учитывали местонахождение ТЭС Постарались сделать так, чтобы электростанция гармонично вписывалась в окружающую лесную и горную местность Стоимость работ, которые финансировались по федеральной целевой программе, более 5 миллиардов рублей В честь запуска энергоблока даже гашение почтовой карточки организовали С такой инициативой выступила Почта Крыма Маркированные почтовые карточки выпустило Федеральное агентство связи Общий тираж – 3000 открыток Для распространения в Севастополе предназначено 1000 штук Карточку с изображением Балаклавской ТЭС можно приобрести на Севастопольском почтамте Но главное событие – это все же запуск работы объекта Вся электростанция, два блока – это 470 мегаватт Это покрывает полностью потребность города Севастополя в электроэнергии И даже с учетом развития города и развития промышленности города До сегодняшнего дня, наверное, к счастью, жители нашего города, как правило, этого не замечают Но мы живем в таком, в серьезном дефиците электроэнергии Особенно в моменты пиковых нагрузок мы этот дефицит ощущаем Вот как раз запуск электростанции позволит нам жить гораздо спокойнее Владимир Базаров подчеркнул Запуск электростанции позволит забыть о таком понятии, как дизель-генераторы Здесь у нас сегодня в пиковые нагрузки порядка 250 мегаватт Это самое большое, что мы фиксировали в городе Севастополе Станция будет выдавать 470 мегаватт То есть даже с учетом развития мощности электростанции достаточно для всех потребителей города Первый энергоблок работал в тестовом режиме на протяжении 12 дней Во время работы 12-дневного блока он полностью покрывал потребности города Севастополя Ну и в ночные часы мы еще отдавали электроэнергию Частично перетоки были в крымскую энергосистему, в сторону Симферополя Специалисты говорят, запуск тест позволяет снизить нагрузку на передающие сети А это означает более надежную систему электроснабжения и сокращение затрат на реконструкцию линий электропередач 235 мегаватт мощности Балаклавской ТЭС обеспечивают две турбины Газовая мощностью 165 мегаватт и паровая рассчитана на 70 мегаватт Основной вид топлива – природный газ Резервные, жидкие виды топлива Базовый режим работы теплоэлектростанции 8 тысяч часов в год А в конце ноября, начале декабря, к мощности в 235 мегаватт Севастопольскую энергосистему добавится такая же К этому времени планируют запустить в работу второй энергоблок Балаклавской ТЭС Сейчас же осталось получить акт в соответствии объекта проектной документации С понижением температуры на улице в департамент городского хозяйства Стали поступать заявки на отопление от детских садов и школ Все социально важные учреждения получили паспорта готовности и ждут запуска котельных Сейчас работает только 15, но уже в пятницу 26 октября будут запускать все 132 Решение начать отопительный сезон на три дня раньше принято в связи с погодными условиями Опыт прошлого года показывает работу, которую мы в прошлом году наладили То есть это две недели плюс-минус Это тот основной фронт работы, который мы должны завершить за этот период Через две недели выходим уже на сложные участки, там где мало ли будут порывы Потому что 150 порывов, которые мы получили в начале гидравлических испытаний, в начале года Они безусловно устранены, но никто не застрахован от того, что при запуске отопления Та или иная сеть может не выдержать тех или иных гидравлических нагрузок Еще одним вопросом на заседании правительства стала кадастровая стоимость земельных участков в Севастополе Инженеры провели оценку по новым нормам федерального закона о государственной кадастровой оценке Существенно от предыдущего показателя новый отличаться не будет Что касается размера кадастровой оценки, то в среднем он чуть выше ныне существующей нормативной оценки Которая была утверждена в 2012 году, последняя Соответственно были учтены и интересы и промышленных предприятий, и предпринимателей, и физических лиц В течение двух месяцев принимались соответствующие заявления и предложения по учету или несогласию с кадастровой оценкой Вот эта работа сейчас завершилась А чуть выше, это на сколько процентов? Ну, даже не в два раза, не в полтора, а соответственно процентов, в 15-20, в среднем так Налоги в соответствии с этой кадастровой оценкой физические лица впервые оплатят в 2020 году А вот уведомления начнут получать в конце 2019-го Кроме того, если раньше кадастровую оценку проводили частные организации Теперь этим заниматься может только государственное бюджетное учреждение, Центр государственной кадастровой оценки Также представители правительства приняли решение о дополнительных льготах Теперь в меньшем объеме взносы на капитальный ремонт будут платить и неработающие инвалиды первой и второй групп Если семья 70-80 лет, то и с ними проживает инвалид, не достигший этого возраста То мы по закону не имели права предоставлять эту льготу Цена вопроса 709 тысяч по году Это пятая категория в перечне тех, кто получает 50% и 100% скидки на капитальный ремонт Разрушенная до основания детская площадка, ветхие мусорные контейнеры и разбитая дорога Еще пару лет назад именно так выглядел двор дома номер 45 по улице Горпищенко Исправить ситуацию помогли в администрации Нахимовского района По просьбе жителей установили новую детскую площадку, провели освещение Рядом разместили удобные скамейки, отремонтировали дорогу и обновили контейнерную площадку Жильцы дома очень благодарны содействию с муниципалитетом, который оказывает нам всяческую помощь Мы со своей стороны тоже стараемся как-то идти навстречу, помогать Следующая остановка во дворе дома номер 39 на проспекте Победы В прошлом году его жители выиграли конкурс «Самый дружный двор» Денежный приз 1 миллион рублей потратили на благоустройство территории Установили детскую площадку, но на этом не остановились Муниципалитет помог и с дорогой, которую не ремонтировали больше 40 лет Вот эта вот дорога новая у нас, абсолютно хорошо сделанная И претензий нет, только благодарность Представители правительства встретились с жителями ближайших домов И оценили качество выполненных работ Нахимовского муниципалитета Записали все пожелания и наметили приоритетные объекты для благоустройства в следующем году Задача, чтобы выполнялись именно те работы, которые нужны людям Чтобы они выполнялись качественно И на эти цели ежегодно губернатор, правительство выделяет средства Причем если в 2017 году этих денег было 155 миллионов Муниципалитетам всем выделено В 2018 году 218 миллионов Дополнительные полномочия по благоустройству районов Муниципалитеты получили в прошлом году И несмотря на то, что объемы работ с каждым годом только растут Администрации Нахимовского района удалось сэкономить часть выделенных средств Именно за эти деньги в сквере на улице генерала Жидилова установили детскую площадку Сделана большая работа Вот на сегодняшний день мы видим новую совершенно новую детскую игровую площадку Которую сдали в эксплуатации Наши детки довольны этой площадкой И мы взрослые, и мамы, и бабушки В общем все Муниципалитет Нахимовский большую работу проходит по благоустройству нашего района Я считаю, что муниципалитету выделяются с городского бюджета деньги Считается правильным Потому что муниципалитет Нахимовский больше знает проблемы нашего района На реализацию полномочий в следующем году Нахимовскому муниципалитету выделят в полтора раза больше средств 47 миллионов рублей Особое внимание уделят пожеланию жителей Мы услышали мнение жителей Услышали их замечания Они будут учтены в дальнейшей работе и нашей, и муниципалитета Ведь условно доложены губернатору для принятия решения о финансировании Возможно дополнительным на будущий год муниципалитет Нахимовск Благодаря постоянному контакту муниципалитетов с жителями Уже намечены приоритетные объекты по благоустройству на следующий год На следующий год, допустим, у нас запланированы ремонт дорог на северной стороне Это на Громово, на Михайловской Также мы будем на Жидилово делать ремонт многоквартальных дорог Вот здесь вот скверы на Жидилово Ремонт тротуаров Запланированы установки новых детских площадок Оценивать качество работ продолжат и в других районах города В каждом представители правительства и администрации ответственного муниципалитета Будут встречаться с жителями и учитывать все пожелания по благоустройству В парке на площади Пирогова строители аккуратно поднимают плитку Ее не выбросят, а почистят и выложат снова Необходимость подъема плитки связана с тем, что согласно проекту Предусмотрено обустройство системы полива зеленых насаждений А также прокладка коммуникаций для наружного освещения под землей То есть, соответственно, плитка у нас в массе своей будет сохранена, бережно, переложена И, собственно, оставлена в том виде, в котором она есть, возможно, с изменением рисунка В обновленном парке установят новые лавочки и урны, а зеленят Таковыми были пожелания общественников Проектировщик их учел На этапе формирования этих заданий на проектирование Мы проводили исследования, изучение этого парка Его назначение, сценарий поведения людей в парке И, исходя из этого, передали управлению благоустройства свои пожелания к техническому заданию на проектирование Завершить ремонт подрядчик планирует до Нового года К праздникам должен преобразиться еще один городской парк на площади Захарова Работы там проводят практически аналогичные Резюмировал руководитель управления департамента городского хозяйства Агроферма выросла из небольшого подсобного хозяйства Когда Юрий Тулупов узнал, что на развитие фермы можно получить грант от государства Решил разбить виноградники на склоне в селе Резервное В прошлом году аграрий получил грант от правительства Севастополя полтора миллиона рублей На эти деньги закупили пять с половиной тысяч саженцев винограда Мотовездеход, чтобы обрабатывать землю и специальные шпалеры для виноградников Приглашаем специалистов более высокого уровня То есть агрономов там некоторых наших агросовхозов Которые ведут с нами работу, консультации, консультируют нас Изначально ставили здесь цель именно по винным сортам винограда Потому что они требуют наименьшего количества воды, нежели столовые сорта Лозу высадили весной Здесь виноград сортов Мерло и Каберне Савиньон из Сербии и Краснодарского края Первый урожай ожидают через три года С полутора гектаров земли планируют собрать около 15 тонн винограда Сейчас меняют старые бетонные столбы, которые устанавливали на собственные деньги, на современные шпалеры Они сделают процесс выращивания и сбора урожая удобнее В перспективе на ферме планируют открыть и винодельческое производство И развивать агротуризм, проводить экскурсии с рассказом об особенностях выращивания и переработки ягод Заниматься планируют не только виноградом У нас есть сама ферма, она там находится Есть у нас там некоторое количество домашних животных В этом году мы пробовали сажать клубнику в трубах ПВХ Ну как бы мы понимаем, что тоже этим можно заниматься в том числе То есть это достаточно новый, у нас только в землю люди садят в основном Будем увеличивать объемы клубничной фермы Подсобное хозяйство тоже развивается и чувствует себя комфортно К зиме на ферме планируют обустроить вольеры для животных А для интереса будущих туристов построили пруд Куда запустили мальков карпа, карася, толстолобика Для спортивной рыбалки Импульсом к дальнейшим планам и проектам стал грант Получить такой может севастополец Который не больше двух лет назад зарегистрировало крестьянско-фермерское хозяйство Составляет бизнес-план по его непосредственному виду деятельности И может подаваться к нам в департамент на конкурс Максимальная сумма по направлению крупнорогатый скот молочного и мясного направления Составляет 3 миллиона рублей А по иным направлениям растеневодство и другие виды животноводства Полтора миллиона рублей Всего же в 2018 году на такую форму поддержки начинающих фермеров Предусмотрено 25,5 миллионов рублей В 2019 сумма будет не меньше Сам Ярослав скромничает и героем себя не считает Говорит, на его месте так сделал бы каждый Но поступок 12-летнего школьника действительно геройский На отдыхе в Сочи Ярослав спас тонущего на пляже 6-летнего ребенка Я увидел, что он начал окунаться вниз Окунается и поднимается И из рта у него выходит вода И я принял решение, что взять его надо за руку Я не знала, что надо было заплыть за спину и толкать Я взял его за руку и говорю, держись, я тебя буду сейчас вытаскивать И начал потихоньку с ним выходить на берег И там уже подбежала мама С загипсованной ногой Прибежала, взяла его за руку, отвела на берег И он был в шоковом состоянии Ярослав самых ранних лет учился плавать А мама мальчика работает в полиции И много раз объясняла сыну, как нужно вести себя в экстремальных ситуациях В тот момент на пляже из взрослых были лишь бабушка Ярослава, которая плавать не умеет И мама спасенного ребенка Никто не понял, что ребенок тонет Взрослые просто занимались каждым своим делом Например, мама этого ребенка находилась рядом здесь с маленьким малышом И не могла зайти в воду И, конечно, в шоковой ситуации она только и могла, наверное, что покричать Потому что зайти в воду не могла, говорят, нога у нее была в гипсе Поступок отважного школьника заметили на федеральном уровне Совет Федерации, Российский Союз спасателей и МЧС Пригласили мальчика в Москву на церемонию награждения проекта «Дети-герои» Официальное приглашение ему вручил заместитель начальника главного управления МЧС России по Севастополю Ярослав говорит, что в будущем хочет стать спецназовцем или спасателем А сегодня он рассказывает сверстникам, кадетам класса МЧС Как совладать с эмоциями и не растеряться в экстремальных обстоятельствах Яблоку негде упасть – это знакомое всем выражение абсолютно точно характеризует то количество людей Которое пришло в дом офицера флота увидеть знаменитого брата, известного российского артиста Виктора Сухорукова Киноактер уже сотни раз появлялся перед публикой в разных городах страны и за границей Но эта встреча по своей сути стала уникальной Это будет происходить впервые на ваших глазах, в сиюминут Вот то, что вы увидели, это уже было вчера А сегодня я стою перед вами совершенно голым Хотя в штанах, в слетели, сейчас я пиджачок надену Годы над ним не властны А это крылатое выражение уже про самого Виктора Сухорукова В свои 66 лет народный артист России яркий, живой, эмоциональный Меня сегодня будет подмывать, плакать Потому что я все говорю вам как на духу, сию минуту, сию момент Ну немножко эмоциональный, немножко вертлявый, актерство Да конечно, вы же зрители, а я актер Фильмы режиссера Алексея Балабанова «Брат и брат 2» сделали Виктора Сухорукова знаменитым Фразы героев киноленты буквально разошлись на цитаты Многие до сих пор вспоминают реплики Данилы и Виктора Багровых Хотя знакомство Виктора Сухорукова с Алексеем Балабановым начиналось задолго до брата С фильма «Счастливые дни» Передо мной сидел молодой человек с видом ежика Со стрижечкой, коротенькой глазки, пуговками Уми дают сценарий, будь почитайте Это был фильм «Счастливые дни» В этой картине, в артхаусной, черно-белой, сумасшедшей, непонятной картине по Беккету Мы с ним встретились и прожили, пробыли, просуществовали, протворили Я лично пять картин, шесть, шесть И, конечно, о культовой фразе героя Сухорукова Виктора Багрова из фильма «Брат 2» Прекрасно знают все севастопольцы Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите Народному артисту России за это знаменитое выражение В конце творческой встречи вручили медаль за оборону Севастополя Этот артист мне очень приятен с чем? Он не прописан ни в одном из театров, но востребован везде За что? Нравятся его характерные роли Он так искренне всегда дает представить образ Я сам закончил институт кинематографии Российской Федерации Курс Георгия Георгиевича Тараторкина И когда мы первый, второй курс, конечно, подрабатывались, снимались как актеры массовых сцен в кинофильмах Тогда происходила съемка фильма «Антикиллер» И вот тогда, в промежутках между съемками, я подошел к Скляру Знаете, я из города-героя Севастополя И он мне на газете написал «За Севастополь ответишь» В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Виктор Сухоруков признался Эту реплику придумал Алексей Балабанов А еще рассказал, какую фразу фильма предложил он сам В «Братья-2» есть моя реплика в конце Я остаюсь, я буду здесь жить Это моя фраза Я советую, я влезаю Многим это не нравится Режиссеры чаще терпеть не могут предложений таких очень сильных и въедливых от актеров Но я позволяю себе это и до сих пор Главное – беречь себя и беречь ту землю, на которой вы живете Это пожелание народного артиста России всем севастопольцам В наш город он всегда приезжает с большим удовольствием и обещает, что обязательно вернется вновь Торжественная церемония закрытия фестиваля началась с показа короткометражного фильма «Данька» В нем одну из главных ролей играет Александр Эвскляр Кинолента, а не простой, одной из самых больных тем современного времени Я простой дворник Гаврила Который на самом деле архангел Гавриил Который проводит на небо душу неродившегося ребенка Но этого ребенка мы видим И это главный герой в этом фильме Его зовут Данька, этого мальчика Мы видим его как живого мальчика И только потом, по ходу фильма, мы начинаем понимать Что это мальчик, которого не существует Которого видит только архангел Гавриил А больше его не видит никто Потому что мама, не родив этого ребенка, от него избавилась Да, малыш, тебя просто нет Вернее, здесь нет Я не имел права сказать тебе всю правду раньше Чем ты сам обо всем догадаешься Это неправда, неправда Я есть Ты же видишь меня, дядя Гаврила А мама? А как же она? Она же все еще моя мама И навсегда ее останется Вы обязательно с ней увидитесь Нам пора Отведу тебя И сразу назад У меня тут много нерожденных Работает непочатый край Александр Эвскляр – почетный гость фестиваля На церемонии закрытия он исполнил несколько своих песен Я пока еще в полете Я пока еще в движении И огонь на поражение Не достигнет своей цели И пускай я на прицеле Но не все предрешено За фестивальные дни с 20 по 24 октября Творческие встречи, показы кинолент Посетили больше 5000 севастопольцев Они увидели 55 конкурсных картин В этом году на фестиваль были отправлены Больше 300 кинолент из 25 стран Впервые свои работы прислали студии Из Австралии, Португалии, Швейцарии, Болгарии, Греции Много заявок из Киргизии и Казахстана Россия представлена более чем 30 регионами От Архангельска до Хабаровска Формируя конкурсную программу Жюри отдает предпочтение работам Отвечающим главному направлению фестиваля Духовно-нравственному Сейчас очень кино развивается Мне кажется, не в том направлении Во всяком случае, если говорить о прокатном кино То есть оно стало фабрикой аттракционов И часто аттракционов жестоких Мы показываем, что у нас в России И за рубежом по-прежнему Производят кино сюжетное, доброе В котором, главное, не спецэффекты А обращение к душе человека Одна из целей фестиваля Святой Владимир – поддержка Начинающих кинематографистов Такие площадки дают возможность Общения представителей разных школ и поколений Работающих в игровом и документальном кино За четыре года проведения фестиваля Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы Только в Севастополе Увидели больше 15 тысяч зрителей Внимание! На дороге ученик В прямом смысле Студенты колледжа доказали инструкторам Правильному вождению возраст не помеха Как не помеха и мокрая дорога Все запланированные упражнения Начинающий водитель выполняет всего за минуту Это тот самый случай, когда желание водить Не зависит от образования Среди участников конкурса не только будущие автомеханики Но и кораблестроители, учителя, архитекторы Студентам всех севастопольских колледжей Дали и зеленый свет на дороге к мечте С собственным заветным правам Ребята покажут свое мастерство Именно в пропаганде правил дорожного движения Затем они перейдут в класс в компьютерный Где на компьютерах сдадут билеты Сдадут экзамен на знание правил дорожного движения По специальным билетам категории Б Все по-взрослому студенты отвечают на вопросы Экзаменационных билетов ГИБДД Ведь правила единые для всех Движение к мечте студенты начали с курсов вождения В городских автошколах И теперь готовы пройти еще одно испытание Защитить честь родной альмаматор Пока одна часть команды сдает теорию Другая выписывает фигуры на площадке Интересно, мы же команда Кто-то готовится, например, по медицине Кто-то по знакам Увлекательно, мы все общаемся Обмениваемся знаниями По словам участников, после такого конкурса Экзамен по вождению уже не так страшен Но, чтобы получить права, всем им придется подождать До совершеннолетия Субтитры создавал DimaTorzok